ну короче здесь как ничего не понимал так и не понимаю давно не видел свою интегру пойдем посмотрим что алекс не делал это видео видит моя жена у тебя сзади была новая резина где она на highway момент истины привет вам из гонконга ребят гонконг это место где коронавирус побежден за два месяца у нас 193 заболевших поэтому мы красавчики и в конце этого видео вам расскажу как вам стать красавчиками не заболеть и победить коронавирус а пока пойдем я заждался давно не видел свою интегру пойдем посмотри что алекс не делал я не хочу олега отвлекать потому что он круто это делает прям увлечен привет как поживает моя интегра да я знаю ты сказал что ты на день рождения на свое занимался интегрой да спасибо тебе слушай виду вижу фары красивые вижу ты и полируешь расскажи что сделал сначала я завожу машину тебя послышать ты поменял двигатель и гонок заст не раньше надо заводишь а долго да я очень много чего почистил очень много чего почистил бензобак бензобак и онлайн декшинс инжекторы андена ай циклов то чапов да энджин покажем ты фотки делал на много раз когда ночью делал просто я в 12 начинал и там делать утром 5 часов много чего не фотографировал и мне кажется или на бензином стало меньше пахнуть да но я все вот это снял так почистил внутри вот эти все почистил внутри это интег а это впуск впуск ты почистил весь впуск вот вся система от бензобака все все вернее шланг буск все почистил все почистил у меня теперь новая машина нет старая но 98 года она основные круто олег на чем то есть сейчас сам видишь я так понял что тойота целик а не моя не твоя ездит старлет старая это алексом ее продает почему а новую машину купил покажешь что старлетом надо новую турбину ну короче здесь как ничего не понимал так и не понимаю а где турбина турбина внизу надо ее менять еще не поменял снова здесь на серу не за серой никто не приходил в гонконге сейчас сейчас вот так вот никто не будет ее пока покупать понятно да короче забываем пока не забываю я не буду ездить быстро будешь не ездить нет почему мне нужно далеко хорошо езди я пока тебе не готов все подарить потому что ну знаешь во первых это видео видит моя жена если она узнает что вот тут машину желтенькую которая понравилась я подарил меня продаю все продаме и мне кажется мы сейчас договорились ладно слушай заканчивай заканчивай я по ней соскучился я по ней соскучился я просто подрываю next next time не надо красить ее нормально это просто have the bubbles не надо красить нормально вот так вот пока олег полирует мою интегру я отвечу на вопросы которые чаще всего встречаются в ваших комментариях и так как два когда твои интегра будет до конца готова блин я не знаю что до конца готова потому что вот в том виде который я взял и в тот то что она из себя представляет сейчас это уже две разные машины она уже она уже лучше она уже по-другому работает я уверен что она уже по-другому едет но эта машина которой 20 с лишним лет поэтому я думаю что полностью готова она будет очень скоро олег сказал вот только что сказал что лучше не перекрашивать поэтому но фронт работ как бы сужается и и это хорошо следующий вопрос сколько сотрудников в нашей команде в наши в моей команде 1 2 3 4 5 6 человек 6 7 человек моей команде это люди которые постоянно или периодически занимаются производством контента который вы сейчас видите следующий вопрос планируете ли в постройку эксклюзивного тюнг проекта под себя и и авто конечно же ждем если планируете то что за автомобиль и когда начнете не планирую ничего эксклюзивного для себя строить по одной простой причине в гонконге запрещен тюнинг поэтому я как законопослушный гонконговец предпочитаю ездить на том что разрешено и интегру я взял именно потому что ее тюнинг легален ну на территории гонконга поэтому вряд ли я буду что-то здесь строить следующий вопрос был в москве почему не позвал подписчиков на встречу ребят я очень много путешествую даже из-за канара и даже коронавирус меня не останавливает и к сожалению я не всегда располагаю своим временем на сто процентов почему не снимали toyota целико их нет в гонконге или просто там это не актуальная машина toyota целико появилась у луи у девушки олегом олег на ней периодически ездит но есть потихоньку потому что ну машина девушки камон нельзя на ней гонять и отжигать for total is a five thousand five hundred sixty three dollars общее 6 тысяч тебе устроит чтобы вы понимали самая низкая зарплата в гонконге которая вообще в принципе может быть это 1200 1300 американских долларов за месяц нет сейчас нет это сейчас за самая нижняя это 15 тысяч месяц это две тысячи американских долларов в месяц да в гонконге все очень дорого поэтому олег на самом деле с меня берет мало денег то есть я не представляю сколько с меня взяли денег за вот не очень благодарны не очень умную и классную до работу это прям большой труд и олег тебе большое спасибо что ты его сделал что ты вытерпел вычистил здесь я списался с джун мне ответил кто-то из руководящего ну какой-то топ-менеджер знает эту машину я не спросил можно есть по городу он говорит можно есть смысл написать ему и спросить ну чуть нужно делать не или нет сначала давать их он это купишь дальше ему чтобы он это это один из ее который можно выбрать и ты ему дашь и он тебе новый это сделает и привезет теперь можно обратно внутрь послать то есть вот тут вот серый ящик его можно вытащить на и повесить дома что он висел до отсюда поставить хондей то на сколько стоит хондей то полтора тысяч полторы тысячи гонконгских новая либо не новая новая то есть мы прям написать ему если мы пришли от может он сам пусть купит можно то есть купит пришлют поставить и она поедет по-другому да получше чуть не забыл чуть не забыл чтобы ты хотел себе тебя подарил на дне рождения нет ничего ничего ребят напишите в комментариях какой подарок нужно сделать на олегу на прошедший день рождения олега у меня был вариант подарить олегу час занятий на дрифте в россии но он к сожалению не смог не может исполниться ну вот так да подумайте может вы что не придумаете клёвое и я воплощу нашу общую идею если не придумаете что то есть придумаю сам новая резина новая резина для какой машины у тебя сзади была новая резина у тебя сзади была новая резина где она на на хайвее осталось не осталось чуть-чуть про эту субботу проехали все больше нет у тебя 17 диски на 17 17 ну ты подумай подумай окей понял хорошо ну что ж олег спасибо тебе еще раз ты молодец надеюсь ну я тоже надеюсь а я поехал момент истинно ой она стала прям тише и спокойней пять минут полет нормальный не знаю что делать с рулем он пачкается олег сказал ни в коем случае не покупать китайский руль ну что банально физически вот возьмется сломается а мне кажется можно купить китайский руль а короче ребят я залил двадцать два с половиной литра и это стоило 400 гонг-конг-конгских ребят я очень рад что я успел вернуться в гонконг запрыгнуть в уходящий поезд начиная с сегодняшнего дня все прилетающие в гонконг одевают браслетики и соблюдают условия карантина по всему миру коронавирус привел к тому что люди либо не могут передвигаться между странами либо перед после передвижения остается в карантине и казалось бы ничего чего страшного то карантин и все но есть нарушаешь условия карантина кстати всем кто путешествовал это будет очень важно знать если например я приехав из италии попадаю в гонконг нарушая условия карантина и из-за меня заболевает умирают люди я совершаю уголовное преступление иду в тюрьму в россии если не ошибаюсь это от шести до восьми лет поэтому все серьезно все не шутки маски маски обязательно с собой носите мойте руки добра вам счастья а порадуйтесь за меня блин ребят я вернулся в гонконг олег привел мою тачку в нормальный вид в хороший вид я не смог на ней зажечь на горе сейчас потому что у нас мокро и потому что мне если честно сегодня не до зажигания был жесткий занятой бурный день но интегра меня вот даже на небольшой скорости очень радует и очень радует что она стала работать ровнее и ездить на ней очень очень просто и приятно это то чего я от нее ожидал быстрая по-настоящему быстрая машина мотоцикл да неважно техника она управляется легко и просто любой ребенок может сесть на ней поехать и для чего это сделано для того чтобы когда на ней едешь быстро чтобы можно было не напрягаться и достигать лучших результатов ехать быстрее на этом все порадуйтесь за меня еще раз ребят хорошего настроения и пока у конца а